Человек обладает врожденным желанием добиться успеха. Это нечто столь же естественное для него, как и дыхание. Одна из наших величайших потребностей имеет цель в жизни, поэтому нам необходим инстинкт успеха для того, чтобы осуществить ее. Командный вид спорта всегда мотивирует нас быть лучшим. Глядя на своего коллегу, мы совершенствуемся с каждым днем. Сегодня программа «Школа самолюбия» совершенствуется с баскетбольным клубом «Феромон». Сегодня герой программы «Школа самолюбия» – медиа-менеджер футбольного клуба Натальевич Олег Тимченко. Олег Тимченко. Радио- и телеведущий, стартап-менеджер, работал и запускал ряд СМИ в Харькове и Украине, имеет за своими плечами с десяток медийных и спортивных наград. Неугомонный, целеустремленный, с прекрасным чувством юмора, он мечтает посетить Перу, познакомиться с Дэвидом Линчем, побывать на концерте «ЕЕЕС». Главное увлечение Олега – это футбол, боулинг, кино, путешествия и фото. Женат, воспитывает сына. Олег, я рада тебя видеть в нашей программе «Школа самолюбия». Когда люди приходят к нам в программу, значит, они уже выражают свою поддержку, относятся положительно к здоровому образу жизни. Ты поддерживаешь вообще это направление? Случайно я там не могу с ранка до вечера работать в тренажерном зале, или там каждый день там играть, или брать участие в каких-то соревнованиях. Но я, например, принципово не полю. Я пытаюсь с друзьями играть в любые игры. То есть, стадион я люблю. То есть, где-то сигара, карты, покер, а лучше пойти где-то на стадионе, поиграть в волейбол, в себе? А другая моя заборона – это карты. Я карты в руки не беру вообще. Но какие у тебя все-таки есть вредные привычки? А не у каждого человека есть, да, признавайся, кайся. Например, кофе. У меня есть вредная привычка кофе, да. Я не пью каву. А алкоголь? Алкоголь пью. Ну, я так понимаю... Я же не могу быть уже ангелом. Ну, вот-вот, я же пытаюсь докопаться. Гарный алкоголь – это как частина нашего, частина нашего життя. Я же думаю, что ты тоже келых там вина. Ну, конечно. Мы всегда говорим о том, что не надо полностью исключать все, надо знать меру. Во всем должна быть мера. Ну, вот и я про технику. Чем мы будем заниматься сегодня, Ваня? Покажем несколько элементов баскетбола. Броски, дриблинг и передачи. У нас проходит чемпионат Каргасской амадорской баскетбольной лиги, в которой мы участвуем. У нас среда игра. Вот сегодня мы хотели бы построить план на игру, так как команда серьезная, и нам надо, конечно же, выиграть. Субтитры сделал DimaTorzok Баскетбол является одним из самых, наверное, гармоничных и спортивных командных видов спорта. Привычка и необходимость принимать быстро оперативные решения на спортивной площадке и просто в обычную жизнь. Это, наверное, один из самых энергоемких видов спорта. За одну тренировку вы прибегаете примерно 8-10 километров и затрачиваете порядка 800 калорий. Это равносильно полуторачасовой пробежке. Это все время рывковые нагрузки, да? Вы ведете мяч, либо вы стоите в броске, и тут же идет атака. У вас меняется все время ритм. Хорошо очень работает сердечно-сосудистая система. За счет потери калорий, за счет нагрузок во время тренировки это очень удобно для тех людей, которые решили похудеть. Костюм – штука требовательная. Если не умеешь его носить и не знаешь, как выбрать, он мигом выставит тебя дураком. Все промахи и нелепости, которые ты допустишь по отношению к этому статусному представителю гардероба, очень заметны и непростительны. Учись, пока не поздно. Пиджак должен облегать плечо, но не быть тесным. Между рукавом и талии пиджака, когда ты его надел, застегнул и опустил руки, должен оставаться небольшой просвет. Если его нет, этот пиджак тебе слишком велик. Ворот рубашки должен совпадать с линией лацкана. Выбирай ремень так, чтобы его можно было носить застегнутым на третью от начала дырочку. Пиджак на одной пуговице. Застегивай, когда стоишь, расстегивай, когда садишься. На двух пуговицах. Застегивай только на верхнюю. Костюм, в котором пиджак и брюки разных тонов или сшиты из разных материалов одного цвета, по-прежнему на пике моды. Несколько простых правил, как правильно носить деловой костюм. Между воротом застегнутой рубашки и твоей шеей должен помещаться один палец. Манжет рубашки должен выглядывать из-под рукава пиджака на один-полтора сантиметра. Брючины должны слегка наплывать на ботинки и касаться верхней линии шнурков. Покупай или подшивай костюмные брюки сразу в той обуви, с которой собираешься их носить. Лацкан пиджака должен быть пропорционален ширине галстука. Чем шире лацкан, тем шире галстук. Ну или наоборот. Да, это один из травмоопасных спортов, потому что там бывают толкновения, бывают растяки более высоких людей, бывают фрошки неудачные, вывихи ног. Но, тем не менее, на сегодняшний день снаряжение и профессиональные подсказки тренера позволят сделать ваши тренировки и игровые дни менее травматичными, сделать так, чтобы эти занятия приносили вам только положительные эмоции. Занимайтесь, будьте здоровы и успешны не только на спортивном площадке, но и в жизни. Олег, какие у тебя впечатления после тренировки? Мне кажется, достаточно сложно в Липсе вообще весь этот тренировок. Ты знаешь, мне не соромно. Мне не соромно перед тем, что вот стоит такой 40-летний дядька, вот, яку вот пацаны, но они на меня так дивились, вот. Высока. Нет, ну так хлопали, так нормально. Какой вид спорта с тобой вот по жизни? Ну, с детства, футбол. В усих проявах, и играти, и дивитися на стадионе, и, там, щодня проверять какие-то там рахунки, там, свидетельствовать за футболистами, и, там, в детинстве коллекционирование, там, на резинованных, что-то, плакатах, там. Футбол с тобой по жизни, и сейчас ты снова вернулся к нему. Ты руководишь средствами массовой информации, но при футбольном клубе «Металит». То есть ты рядом все равно с футболом непосредственно. Это сложилось так исторически, или ты сам захотел бы зря поближе к спорту? Я, ты знаешь, я футболист. Я вот, ну, вважаю, что те, что людина на доле написано, так оно и есть. То есть, зараз доля меня привела, а на это место, вот, значит, так и будет. Что будет завтра? Подивимся. Ну, я знаю, что будет через несколько минут. Мы отправляемся в ресторан «Аристократ» дегустировать кулинарные шедевры от Алекса Флигельмана. Жизнерадостность – это не только признак здоровья, но и самый действенный способ, который избавляет нас от болезней. Алекс Флигельман радует нас каждую программу своими кулинарными шедеврами, тем самым делая наше здоровье еще крепче. Олег, наш день сегодня продолжается в ресторане «Аристократ» и предлагаю отправляться на совместный обед. После хорошей, достойной тренировки мы отправились с нашим героем дегустировать кулинарные шедевры Алекса Флигельмана «Алекс». Сегодня мы будем кушать мясо. Это будут медальонные селятины, замаринованные, сутки уже маринуются, подгонировка будет овощегрить. Субтитры делал DimaTorzok Я отправляюсь к духовке буквально 7 минут. При температуре 180 градусов я вам сделаю медиум прожарки, медиум вэл. Если вдруг вы становитесь вегетарианцем, я не могу сказать, что это очень плохо. Это ваш выбор. Но вы четко должны понимать, что железо, содержащееся в мясе, ни в коем случае вы не сможете заменить железом, содержащимся в овощах и фруктах. Более того, опять же, мы говорим о витамине B12, который очень необходим нашему организму. Он необходим для нормального функционирования нашей психики, нашей нервной системы. Более того, если есть некие там мотивации перейти от смешанной диеты к вегетарианской, вы должны четко понимать, что в этом случае минимум 2 раза в год вы должны принимать витаминные комплексы, которые восполнят тот недостаток в микроэлементах и витаминах, который случился у вас в связи с переходом с одной диеты на другую. Субтитры сделал DimaTorzok на сегодняшний день существуют противники как мясоедения, так и противники и вегетарианства. Если говорить о моем мнении и о мнении врачей, которые работают вместе с нами, то мы сторонники сбалансированной диеты, которая позволяет нормально функционировать, чувствовать себя радостным, успешным, но при этом мы всегда оставляем за вами право выбора. Независимо от того, что вы едите, что будет на вашем новогоднем столе, будьте счастливы, чувствуйте себя энергичными, молодыми, любите жизнь. Приятного аппетита, потому что мясо нужно кушать сразу, пока оно горячее, с пылу, с жару. Не будем медлить. Смочно. Олег, я предлагаю выпить за наш очень вкусный, полезный обед. Спасибо за хороший день. И вам, Олег. Олег, мне интересно, как так сложилось исторически, что все-таки руководить людьми, это нужно иметь талант, это получать образование нужно в этой сфере, чтобы уметь организовать пространство, чтобы эти люди работали максимально продуктивно. Не так давно появились разные курсы, книги. Все ранее было за принципом досвіду. Або ты спрашиваешь у старших коллег, або просто сам чувствуешь, как нужно делать. Я тоже делал очень много ошибок. Но эти ошибки, они складывались в какой-то досвід. И потом я нашел для себя модель поведенки с людьми, модель жизни в коллективе, модель понимания, как сделать тот продукт, который будет пользоваться опытом. В каждой человеке есть свой опыт, и можно читать все, и нужно читать, и нужно спостерегать. Но вот, пока ты там не вколешься, не понимаешь. Ну, я так понимаю, ошибки, которые были в жизненном опыте, они происходили вместе с Олегом Орловым. Вы вместе сотрудничали долго, и до сих пор общаетесь, работаете. Какие-то были ошибки, потому что время было тогда интересное, только начиналась клубная жизнь. Потом мы как-то за Олегом напишем книгу. Что было такого интересного происходило в то время? Какие ошибки ты делал? Инколи действительно ретроградствуешь и думаешь, блин, не треба так было робить. Треба было сделать по-иншому. А потом, ты понимаешь, что если бы не было этого события, было что-то иное. Можливо, никогда в жизни не треба было организовать какие-то вечерки, и потом понимаешь, что ты винен півместо. Або треба было организовать три таких вечерки, которых потом было очень солодко. Дуже багато разів было, знаешь, как, ты щось зробил, и потом зрозумев, что ты выпередил життя, або там, какие-то бизнес-проекты на рік, можливо, на два. И ты уже не можешь повернутися до цього. Типа, я же уже это все робил. Ты знаешь, якщо выйти зранку, повернути ліворуч-праворуч, и ты уже розумієш, що на всіх відображається. Ми не з іншої планети. І ви, я так думаю, правильно? Ну, конечно. Мы дихаємо одним повітрем. Наше завдання єдине, вот. Робити методично день за днем, день за днем, день за днем. І в кінці будем мати результат. Сейчас ми поговоримо о здоровому образі жизни. Мене все-таки волнує тема питання. Олег, ти стройний по жизни, метаболізм хороший, тебе от природы генетически досталось. Но ты все-таки следиш за тем, що ти еш? Я не можу сказати, що так вот сильно вже дотримуюсь якось здорового чи сбалансовано харчування. Ну, я завжди відвертий. Моя бабуся дуже ображалася, що я не їв пиріжки. Ну, якщо домашні я вже не їв пиріжки, то на вулиці тим паче їх ніколи не з'їм. В дитинстві теж мені дуже не подобався борщ. От зараз я просто не виявляю там якогось зимового обіду без борща. Все вменяється. Я думаю, що якщо організм щось захоче, він на тебе надалить. І ти все одно це йому надаси. Правда? Звичайно. Головне прислушиватися до організму. Тобто ти слушаєш, чого тебе хочеться, то ти їш. Думаю, одним із найголовніших чинників, що впливає на задоволення від їжі, є приємна компанія. Треба їсти в приємній компанії. І тоді все буде класно. У нас в гостях был Олег Тимченко. А с вами была программа «Школа самолюбия». І запомніся, полюбите себе і вас полюбить весь мир.